Итак, мы начинаем. Сегодня в Бийске работала краевая делегация Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ приехали во второй по величине город Алтайского края, чтобы проверить, как ведутся работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме того, инспектирующие посмотрели, как организован производственный процесс. И здесь вопросов было немало. В большинстве случаев отсутствуют необходимые дорожные знаки. Вы сказали, что мы полностью обустроили техническими средствами свой участок. Нет, полностью это участок, 1,4 километра. Так а где дальше-то организация дорожного движения? Ну, они должны знаки до участка стоять. Вы говорите, у нас полностью полтора километра сейчас. Мы вас спрашиваем, где дальнейшее обустройство полутора километров? С той стороны знаки стоят. С той стороны знаки стоят. И с этой стороны. Какой знак? У вас там стоит один знак? Какой? 1,25, только дорожная работа. И всё. Где? На въезде, на вашу протяжённость. Мы сейчас пройдём, посмотрим. Давайте с той стороны посмотрим. На проезжей части работа кипит. Правда о том, что впереди проводится реконструкция полотна, многие водители и не догадываются. Нет предупреждающих знаков. Хотя на месте представители подрядчика пояснили, что знаки есть. Просто стоят они далеко, чтобы автомобилисты заблаговременно успели сбросить скорость. Инспекторы ОНФ не поленились. Прошли с километра по дороге, чтобы увидеть те самые знаки. Но их так и не оказалось. Активисты уверены, расчёт был на то, что проверять наличие знаков никто не пойдёт. Но не тут-то было. В итоге подрядчику сейчас грозит крупный штраф. За отсутствие знаков он может заплатить полмиллиона рублей. Продолжение следует...